Мы очень, так скажем, агрессивно себя ведем относительно людей, мужчин. Мы выбираем друзей по принципу не то, что близко к душе и сердцу, а то, что выгодно. Мы и мужчин так выбираем. Почему мужчины-то, собственно говоря, сегодня так опасаются женского рвения в любви? Может быть, смысл в том, что мы, женщины, действительно как-то очень-таки напористо и меркантильно проявляем себя с ними? Вы поймите, что любовь – это тонкая субстанция. Любовь – это хрупкая, очень нежная природа отношений. Потребительский подход в этом деле – это грубо. Это равносильно тому, как если бы, скажем, хирургическую операцию проделывали топором. Как вам это нравится? В любви нельзя с манипуляциями. В любви нельзя с похотью. Далее, после того, как женщины влияют на чувства своих парней, что происходит с женщиной? Женщина всегда живет, остается жить в иллюзиях и страхах, что вот как я его приманила, как я его прикормила, да, как я его обкрутила, то же самое может сделать другая. Далее, если вы до сих пор не встретили свою вторую половинку. Может быть, есть смысл задаться вопросом «почему?». Когда женщина говорит «вроде бы любил и готов был сделать все, и время проводили вместе, и все происходило так здорово, но что сейчас ожидать от этих отношений?» Тогда еще встречный вопрос. Как вы думаете, ваш мужчина с вами потому, что именно вы ему интересны? Или потому, что ему просто одиноко? Вы чувствуете разницу? Если мужчина умеет красиво ухаживать и достойно себя держит в отношениях, но в какой-то момент вы чувствуете, что ваши отношения ни к чему не ведут, почему? Почему ваши отношения ни к чему не ведут? Потому что мы ведь знаем, что от мужчины добиться ничего нельзя. Он ничего не скажет. А почему он не скажет? Почему мужчина не говорит о своем отношении к вам? Или о своих чувствах? Ага. Он сам не знает. Отлично, Таня. Да-да-да. Они не говорят о любви. Правильно, они не говорят о любви. Но мои девушки своим парням рот затыкают. Относительно любви. Они не дают, мои девушки, которые у меня учатся, не дают своим мужчинам говорить о любви. А ваши мужчины просто о ней не говорят. В чем разница? В том-то и дело, что разница в следующем. Что если отношения не выстроены, у мужчины, мужчине самому, ему, его чувства непонятны. Яна, успокойтесь относительно разговоров. Мужчина вам не скажет. Мужчина либо молчит, либо мычит, либо что-то обещает и после этого исчезает. Пока отношения не выстроены, мужчине вам сказать нечего. Каких мужчин мы выбираем и почему мы выбираем тех, кто причиняет нам боль и страдания? Об этом мы узнаем из вебинара. Каких мужчин мы выбираем и почему. Далее, существуют определенные законы, по которым формируются отношения. И эти законы нужно знать. Итак, когда мы говорим, что я значу в его жизни? О чем думает женщина? К чему она готовится? Очень важный инстинкт, в женщине встроен в ее психику. Инстинкт принадлежности. Быть полезной, быть нужной, быть ответственной, быть обязанной. Иметь хорошее настроение, делать всех близких счастливыми. Кормить с руки. Так, чтобы ею гордились, чтобы никто не подумал о том, что его выбор был сделан неправильно. Женщина старается. Почему? Потому что в этом смысле инстинкт ее продвигает к тому, чтобы быть счастливой, любить и создавать вокруг себя уют, красоту, любовь, нежность. И тем самым себя, конечно, реализовывать. Но почему мужчины не поддаются этому инстинкту? Потому что у них другой. Правильно? А какой инстинкт у мужчины? Мужчины нет инстинкта принадлежности. Ну, разве в других сферах жизни. У мужчины отсутствует. Быть независимым. Правильно, Алина. Правильно. Мужчина по природе своей независим. Это говорит о том, что вы регулярно посещаете мои занятия. Да, Алина? Спасибо, молодцы. Мужчина по природе своей независим. И ему эта, так скажем, независимость нужна в определенных целях. Потому что мужчина по своей природе тоже выполняет некую задачу. Да. Итак, когда мы говорим о том, что женщине свойственно вот это стремление к близости, к созданию семьи, плюс биологические часы, которые ей, ее постоянно подталкивают время рожать, время не упусти, время рожать, потом уже будет поздно. Да? Эти вещи все подталкивают женщину. Но, а мужчину ничего не подталкивает. Потому что мужчина по своей сути независим. И принадлежать он никому не будет. Разве что, пока он сам не решит, что ему нужна семья. Далее. Тот мужчина, с которым вы строите отношения. Поднимем вопрос доверия. Как вы знаете, как вы думаете, как вы понимаете, можно ли доверять тому человеку, которого вы называете любимым? Да, да, да. Момент доверия. Что это? Полностью доверять можно только себе. Вы знаете, даже мы себя иногда обманываем. Причем не иногда, а очень часто. Да. Можно и нужно. Иначе зачем все это? Анастасия пишет. Ага, я себе порой не доверяю. Как можно доверять другим? Да, 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 да. Смотрите. Вопрос доверия. Вообще, я вам хочу сказать, вопрос доверия – это огромный вопрос. Вы даже себе не представляете, какое значение он имеет во всех взаимоотношениях, в ваших взаимоотношениях с окружающими людьми. Потому что вопрос доверия – это вопрос конфликта, который периодически у вас, так скажем, проявляется в тех или иных отношениях. Итак, вернемся к моменту, что можно ожидать от того человека, который рядом. Вы понимаете, что доверие – это не просто чувство, которое вам дано, и вот вы с ним ходите. И там этому доверяю, этому не доверяю. А потом оказывается, тот, кому доверяли, доверять нельзя, а тот, кому не доверяли – свой человек. Правильно? Для вас хочу отметить очень важную вещь, что не нужно к доверию относиться как к чувству. Да, это чувство, но это вместе с чувством еще и принцип построения отношений. Доверие нужно строить именно так, никак иначе. Не нужно быть наивными девочками, которые, которые говорят – я ему доверяла, я ему всю себя посвятила, всю себя отдала, а в итоге осталось ни с чем. Это совершенно незрелое представление о том, что окружает нас в жизни. Мы говорим о людях, которых знаем и любим, значит, они достойны доверия. Не всегда. Доверие строится. Доверие всегда контролируется. Чтобы вам было понятно, что это не просто то, с чем нужно носиться и думать, что если я доверяю, человек не может подвести. Может, еще как может. Дети вырастают и выдают такие штучки-дрючки, что если бы знать заранее, так уже, так скажем, по-другому взаимодействовали с ними. Итак, возвращаемся к вопросу о взаимоотношениях. Я хочу отметить несколько типов взаимоотношений, которые заведомо ведут к разрыву. И если вы в одних из них, держите ушки на макушке и предпринимайте срочные меры. Как можно контролировать доверие? Как можно строить доверие? Это мы все изучаем на вебинаре. На вебинаре. Как в программе «Теория любви» – это то, как мы устанавливаем доверие с мужчинами. И плюс из программы «Личностного роста» вебинар «Быть собой». Там мы изучаем, что такое психологические ловушки. Там же мы изучаем о том, как устанавливать доверие с окружающей средой. Два типа отношений, заведомо ведущие к разрыву. Первый вариант. Я хочу, чтобы вы отдавали себе отчет, в каких отношениях вы состоите. Когда женщина вступает в отношения, скажем так, без тормозов, в головокружительно-романтических отношениях, их обоих уносит куда? Куда уносят обоих? Когда отношения завязаны на страсти, куда их уносят? В никуда, в нирвану. В пропасть, правильно, пропасть. Да, непонятно куда, именно. Ну хорошо, вы в этом моменте просвещены. Страстная любовь – это как первый прыжок парашютиста в воздушное пространство. Есть такой момент? Если вы не подготовлены к прыжку и не знаете, как себя вести во время этого полета в воздушном пространстве, что вы будете испытывать? Что с вами будет в момент этого прыжка? Потому что пуститься в страстные отношения с мужчиной – страх, конечно. Более того, паника. Это хорошо, если вы умудрились найти, нащупать и удержать кольцо, которое раскрывает парашют. Да, а если вы его вот летите, да, и искать, где это кольцо? Вы представляете, каким опасностям вы себя подвергаете? Разочарованию, оточарование, совершенно верно. Страх, боль, безусловно, безусловно. Другой момент, другой вариант, диаметрально противоположный страстным отношениям – это отношения, которые стали вялотекущими. Знаете, женщины часто попадают в такие отношения. В большей степени это те отношения, которые, скажем так, уже или в длительном гражданском браке, или же в длительном эллигическом браке. Но все женщины в один голос говорят, что отношения начинались с его любви. Он любил, он уговорил жениться, он уговорил, значит, на ребенка, на детей, он делал все для того, чтобы женщина ему принадлежала. А в итоге, через некоторое время, он остыл, охладел. И отношения превратились в обязательства. Напоминаю, да, что любовь – это очень тонкая субстанция. Очень хрупкая природа. И любовь нужно поддерживать в течение жизни. А не тогда, когда мужчина вдруг, муж нашел себе другую, а женщина спохватилась, и ее страсть разгорается только по причине ревности. Получается, я люблю любимого только потому, что у него появилась другая. Итак, когда происходят такие вещи в отношениях, как разбудить эту страсть в быту? Алина, нужно учиться. Нужно учиться любить и быть любимой. Можно разбудить страсть в быту. Можно. Но этому нужно учиться. Хочешь изменить этот мир – начни с себя. Не с того, кто рядом бегает. Не с того, кого мы хотим заорканить и, там, скажем, красивыми ножками увлечь в постель. И мы думаем, что это и есть любовь. Там есть любовь, но только сексуальная. А где любовь та, которая предполагает, что вы единственная?